Торфяные пожары – давняя проблема Тверского региона, в котором находятся большие территории заброшенных мест разработок. Возгорание возникает каждое лето. Причем, если оно жаркое, то торфяники горят активнее и сильнее, и все ближе подбираются к лесам. Еще свежо в памяти лето 2010 года, когда вся Тверь была окутана едким дымом. Сейчас до ситуации четырехлетней давности далеко, однако торфяники горят. Это торфяная пыль. Если сюда попадет искра, моментально начнется процесс тления, который распространится на большие территории при наличии ветра. Искра может возникнуть в случае, если в торфе лежит забытый горожанами мусор, например, пластиковая бутылка, и на нее попадают лучи солнца. Или автомобиль, прочертят глушителем по торфяной подстилке, который в этот момент нагревается до высокой температуры. Пожар может возникнуть не только вследствие естественной причины, но и в результате поджога. Так, 22 июля загорелся брошенный торфяник в районе Новой Орши. Спасатели установили поджигатели, от действия которых загорелась территория 25 гектаров. Это рыбаки, сейчас их ищут. Пожароопасная обстановка на территории области продолжает оставаться сложной. Стоит жаркая погода. Наиболее сложная обстановка складывается в Калининском районе, где 22 июля в 18 часов объявлен режим червисиальной ситуации. На сегодняшний день по ликвидации пожаров в Калининском районе все необходимые меры приняты. Вчера пожар был ликвидирован. В настоящее время продолжаются работы по окарауливанию границ кромки пожара и в случае необходимости дотушивание отдельных участков тления. Спасатели все еще тушат оставшиеся участки тления, а также предпринимают меры по предотвращению возникновения аналогичных пожаров. Для этой цели в Тверь прибыло подразделение Тульского спасательного центра, которое проложат на территорию магистраль для наполнения торфяников водой. Раньше торфяники получали влагу из-за растительных канав, которые сейчас практически пересохли. Уровень съездился более чем на полтора метра. Такая картина преимущественно сохраняется во многих местах. Спасатели привезли с собой оборудование, позволяющее проложить магистраль диаметром 100 мм протяженностью 2100 метров для подачи воды. Труба не позволит потушить имеющиеся пожары, но зато не допустит возникновения новых, так как торф будет пропитан влагой. А это немаловажно, так как на следующей неделе синоптики прогнозируют жару больше 30 градусов, и гектары торфоразработок могут оказаться под угрозой пожаров. Юлия Ильичева, Андрей Шибаев, РНТВ-пилот.